Тяга к разнообразию 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 Меня спорт немножко успокоил. Я достаточно вспыльчивый человек, и в спорте это очень сильно мешает. То есть, по крайней мере, мне. Когда я начинаю злиться, я начинаю хуже выступать, значительно хуже. С бизнесом, да и в принципе с работой, очень похожая ситуация, но ее сложнее заметить. То есть, вы можете вспылить где-то на переговорах, это испортит полностью все взаимоотношения. Меня научили в свое время очень по хорошему правилу. Всегда старайся взять себя в команду людей лучше тебя. Во-первых, ты будешь учиться, во-вторых, как правило, ты берешь команду от человека на какую-то специализацию и профиль, которая для тебя сейчас не является основным. И, естественно, нужно, чтобы этот человек был значительно лучше тебя. Для меня приоритетом всегда должен быть баланс. Баланс между всем, что есть в моей жизни. Это и спорт, это и бизнес, поэтому я буду стараться соблюдать баланс. Безусловно, когда будет необходимость сфокусироваться на чем-то, я буду фокусироваться. Например, сейчас фокус был больше на работе, а прошлой зимой фокус был больше на спорте, поскольку был чемпионат мира, на котором нужно было хорошо выступить. У вас может быть только одна цель, и это цель стать лучшим в мире. Пока у нас конкуренция идет на уровне мира в мире, когда будет на уровне Вселенной, значит на уровне Вселенной. Безусловно, я отдаю себе отчет, что очень часто это либо очень сложно, либо невозможно. Но только ставя себе такую цель, вы можете реально достичь чего-то, что будет как минимум хорошо сделано. Я много читаю. Сейчас я в среднем читаю две книги в месяц примерно, как минимум. Плюс стараюсь ее каждую книгу еще прорабатывать. То есть не просто про чего забыл, выделяю определенные места, анализирую их, нахожу ссылки на другую литературу, опять же ее подымаю. Я считаю, что человек не должен никогда останавливаться, учиться.